физкульт привет друзья и ученики еду с тренировочки аллу потренировал сам потренировался кстати завтра вечером в прямом эфире сможете посмотреть мы будем у аллы готовить полезную пасху не пропустите о чем сегодня хочу с вами поговорить хочу поговорить сегодня с вами о разводах людей извиняйте камера вот так немножечко падает когда сбоку о тех вещах когда людям впаривают или пытаются впарить и многие на это покупаются смотрим тогда вот на дорогу и люди на это покупаются о чем речь речь идет о так называемых марафонах сушках и прочей ерунде почему ерунде давайте разбираться ладно бы если бы это только выколачивала с вас бабло но нет это забирает еще и здоровье и больше чем 90 процентов людей получат негативный опыт даже если поначалу немножечко и сбросят в весе естественно кто смотрит мой канал уже не первый раз особенно не первый год знает и понимает что и как происходит почему это так происходит вообще это закон если вы видите что группа людей либо какой-то тренер либо кто-то еще объявляет супер марафон супер что-то еще за пару недель до того как вам нужно к примеру поехать в отпуск мы обычно это происходит к лету обычно это происходит сами знаете когда перед сезоном пляжным но любой здравомыслящий человек понимает что ничего не бывает и не происходит быстро нужно понимать если вы хотите быстро избавиться а в основном кто идет на сушку тот кто хочет похудеть избавиться от нажранных за годы лишних килограмм нельзя это сделать максимально быстро и даже нельзя пытаться потому что когда вы пытаетесь то что нажрано годами убрать за короткий промежуток времени вы по-любому навредите себе во первых это будут жесткие ограничения в питании во вторых это будут скорее всего круговые тренировки по типу кроссфита или протоколу табата когда вам не будут разрешать отдыхать между упражнениями все в купе это будет убивать ваше здоровье это будет замедлять ваш метаболизм и подумайте самое главное для чего это делается это делается просто для того чтобы срубить бабло да мотивирует вас тем что вы якобы похудеете и хорошими призовыми деньгами или подарками иногда вплоть до машины но эти люди зарабатывают гораздо больше зарабатывают на обмане на вашем здоровье я лично знаком с такими блогерами которым вообще плевать которые настолько безграмотны я лично тренировал общался и с ней и с ее мужем ну просто люди вообще настолько далеки понимание основ и относятся к своим подписчикам реально как быдлу с которого просто можно собирать деньги это я не придумываю это так не говорили ну и в принципе из общения становилось понятно что люди далеки от теории от практики тем более за что можно обучиться сидя дома перед диваном мало чему да но тем не менее даже книгу умудрились написать это пример моего личного знакомства с такими инструкторами которые запускают периодически марафоны и глупые девочки покупаются на это к сожалению да в основном девочки на это покупаются очень много из моих учеников нынешних кого я тренирую дистанционно прошли через это негативных отзывов очень много очень много те кто просто пишут мне о негативных отзывах но когда вы понимаете знаете что для того чтобы избавляться от того что мы нажирали годами нужно в первую очередь поменять свои мозги хорошо появилось желание нужно подойти грамотно к вопросу необходимо изучить этот вопрос и нужно понимать что чем быстрее вы избавляетесь от лишних килограмм тем больше эти килограммы составляют не жир а мышцы это первое и что самое главное когда вы вернетесь а больше чем 90 процентов из вас вернуться к своему обычному пищевому поведению то на каждый килограмм потерянных мышц вернется как минимум два килограмма жира вам это нужно друзья перестаньте верить уже в чудо пояса корсеты таблетки уколы на самом деле для того чтобы избавиться от лишних килограмм это гораздо легче чем нарастить мышцы поверьте всего-навсего нужно переключить свое мышление понять что мы кушаем питаемся не для того чтобы заесть стрессы а для того чтобы жить в основном с нашим образом жизни мы сейчас переедаем и переедаем как раз таки ту пищу которая дает энергию которая дает очень быструю энергию к сожалению так устроен рынок современный современная пищевая промышленность так работает что то что дает энергию быструю энергию самая выгодная в качестве производства оно долго не портится сладенькое соленое всем нравится вызывает привыкание и таким образом мы настраиваем наш мозг наш образ жизни образ жизни тех кто с нами живет наших детей изначально уже на неправильный подход ко всему просто поэкспериментируйте в течение шести недель начните изучать вопрос и потихонечку менять свое питание и каждый вечер гуляйте не бегайте ни в коем случае нельзя бегать особенно если у вас там 15-20 килограмм лишнего веса вы только будете себе вредить вы будете терять и так те мышцы которых у вас нет но при этом будете еще и наносить вред своему организму коленным суставам сердце даже у вас от этого будет страдать вам это нужно просто гуляйте 30-40 минут быстрым темпом перед сном после этого естественно не кушать сделать желательно растяжку сходить в душ и спать для тех кто хочет более грамотно понять как и что делать мы здесь сегодня не будем разговаривать потому что ролик не об этом тем более что есть очень много статей у меня начните с изучения статьи у меня на сайте hmgym.ru похудение от а до я и обязательно изучите статью инсулин она откроет вам глаза на очень много интересных вещей о которых вы не знали и поймите что кардио работа которую вам будет навязывать абсолютное большинство выкидышей от фитнес бизнес индустрии которые себя называют инструкторами будет пережигать в первую очередь в вашем организме именно мышцы а не жир так устроен организм когда не хватает калорий возрастает энергообмен организм понимает что нужно как-то включать режим экономии а мышцы сами по себе это очень энергоемкий продукт если можно так сказать который требует на себя даже в покое расход энергии а так как первостепенная задача это обеспечить питательными веществами мозг и внутренние органы естественно организм избавляется от мышц вот запомните то что я только сейчас сказал и вы сами поймете почему нужна силовая работа а не кардио простые приседания со штангой подтягивания отжимания от брусьев этого в принципе будет достаточно для того чтобы организм понимал чувствовал что есть физическая работа что есть реальная физическая необходимость в сохранении хотя бы мы не будем говорить в увеличении мышечной массы но в сохранении той мышечной массы которая есть для того чтобы выполнять справляться с той работой которой вы будете ей давать если же вы будете давать своему организму только кардио работу преимущественно кардио работу вы будете худеть преимущественно за счет мяса Конечно, жир будет уходить. А вы должны запомнить такую важную истину, что чем больше мышц, тем меньше жира. Чем меньше мышц, тем, сами понимаете, больше жира. И, к сожалению, друзья, фитнес-бизнес-индустрия совершенно не заинтересована в том, чтобы вы получали результат. Она заинтересована только в том, чтобы вы не получили травму и, по возможности, дольше ходили, приносили деньги, подсаживались на иглу вот этих персональных тренировок, различных супермарафонов. Ведь я не раз уже вам говорил, и подтверждается это огромным количеством сообщений, которые приходят мне от грамотных людей, которые хотят работать инструкторами, и о том, как им в залах навязывается и какая работа. Человек должен просто жопой протирать тренажеры, приносить деньги постоянно. Потому что, если кто-то не знает, современные огромные фитнес-центры не зарабатывают на ваших абонементах. Они зарабатывают на продаже персональных тренировок. А люди придумали, как это делать, вытягивать с вас еще больше денег и не платить фитнес-центрам. Супер-марафоны, супер-сушки. Поэтому, друзья, огромная просьба. Если вы считаете себя адекватным, здравомыслящим человеком, логически мыслящим, если вы заботитесь о своем здоровье, заботитесь о здоровье своих близких, ну, по крайней мере, перед тем, как пойти на такую сушку, супер-марафон, задумайтесь, изучите немножечко этот вопрос. Не ради меня, а ради себя. Мне-то, в принципе, откровенно, по большому счету, все равно. Просто зная, имея огромный опыт, я чувствую необходимость делиться своими знаниями. В первую очередь, естественно, практическими. Теорию тоже никто не отменял, но теория без практики, сами знаете, это труп. Так что, друзья, когда вы в очередной раз, задумавшись и увидя себя в зеркале, захотите вдруг заплатить какому-нибудь гуру за марафон или еще за что-нибудь, знайте, что это обычный развод лохов. Даже хуже, чем МММ. Потому что в МММ хотя бы первые участники хоть что-то получают. Здесь получают все негатив в плане здоровья. Конечно, тот, кто больше всех сбросит килограмм, я не говорю жира, потому что это преимущественно будет вода, мышцы, получат какие-то призы. Может быть, даже поднимут на этом деньги. Но, друзья, я надеюсь, что вы, когда задумываетесь о каких-нибудь изменениях в своем теле, в своей жизни, думаете же в первую очередь не о деньгах, деньги нужно делать по-другому. А свою фигуру, свое здоровье нельзя доверять никому, особенно проходимцам, особенно тем, кто пытается вам что-то из дома впарить, чтобы и вы тоже дома тренировались. Просто объясняю, не везде разрешат снимать в зале. А дома легко. Дома можно впаривать что угодно. Будучи, к примеру, изначально симпатичной девочкой, можно впаривать другим дурочкам что угодно. Но так мы устроены. И я точно такой же. Я знаю, к примеру, что спортпит в принципе, по большому счету, не нужен. Что не работают современные жиросжигатели и тестобустеры. Но, друзья, когда я вижу красивую рекламу, хорошо продуманный маркетинг с красивым, выстроенным видеорядом, слоганом, что же вы думаете? Меня прям так и тянется тоже купить это и сожрать. Помните, что основная задача вообще сейчас в мире у любого бизнеса, в том числе и у фитнеса, а если кто-то сомневается, то фитнес это бизнес. Не думать о ваших необходимостях, целях, задачах и потребностях. А основная задача вложить как можно меньше денег и усилий, получить как можно больше прибыли. Просто возьмите, посчитайте, сколько было участников в марафоне, в котором вы участвуете. Сколько в среднем платил каждый участник. Посчитайте, какие призы за первое место, отнимите от общей суммы и увидите, как эти проходимцы, порой даже уважаемые люди, делают деньги. Несмотря на то, что я сам являюсь инструктором, тренером персональным, я все равно всегда говорю, что если вы обычный человек, то грамотная, хорошо составленная программа, тренинга будет подходить вам, не важно вы, эктоморф, мезоморф, кем бы вы ни были, разве что инопланетянином с другой планеты, гуманоидом. А вот питание действительно нужно. Питание, к сожалению, сугубо индивидуально. но физиология, анатомия так устроена, что все режимы, направленные на увеличение силы, массы тела, избавление от жировых накоплений, они действуют на всех на нас одинаково. Поэтому есть такие науки, как медицина, иначе я сколько раз уже говорил, каждому бы, приходя в аптеку, нужен был бы персональный доктор, персональная таблетка. Ну, нет, видите, на всех на нас действуют одни и те же таблетки при головной боли. Бывают разные дозировки, да. Анестезиология, наука, насколько серьезная, мощная, в Америке здесь 8 лет учатся, чтобы стать хорошим анестезиологом. Но опять-таки же, учатся для того, чтобы понимать, кому какую дозу делать, а не кому какой препарат вкалывать. Почему это так происходит? Думаю, вам понятно. Друзья, я надеюсь, что сегодня в машине после тренировки своим тупым языком, объяснением я смог донести до адекватно мыслящих людей основную мысль, что если вы хотите что-то изменить в себе, не старайтесь сделать это быстро, не старайтесь это сделать за счет какой-то чудо-таблетки, чудо-пояса или какой-либо другой чудо-вещи. Я пока еще волшебных палочек за 30 лет практически нахождения в этом железном движении не встречал. Была, не скрою, волшебная пилюля, называлась она эфедрин. Но в современных шигателях нигде, нигде абсолютно в мире кроме Америки и только если вам выпишет рецепт доктор, вы не получите сейчас жиросжигатель с эфедрином. Псевдоэфедрин не в счет, это совершенно другая нерабочая штука. Не пытайте. Сколько стоят современные сжигатели? Вы знаете. Так вот, друзья, лучше потратьте эти деньги на хорошие продукты и тренируйтесь. Ходите пешочком гуляйте вечером. Ходите в зал, освоите упражнения такие как тяги и приседания. Обязательно подтягивайтесь и отжимайтесь от брусьев. Вы не представляете, почитайте комментарии людей, которые уже так сделали по моим рекомендациям. Людей мне не знакомых, не моих учеников. люди пишут, что они выглядят лучше, чем в молодости. Надеюсь, друзья, вам полезны мои ролики. Ставьте лайк и обязательно этот ролик появится на YouTube. Оставьте комментарий, если вы проходили какой-то марафон, какую пользу вы получили, какие отрицательные результаты были. И делитесь этим роликом в своих соцсетях. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока и удачи. Всем привет. Меня зовут Виталий Фатеев. Всем подписчикам канала Heavy Metal Shem большой респект отдельно Георгию за его те видео, которые он выпускает. Я смотрю, что очень прогрессивно и идет большой объем информации, в котором просто можно заблудиться, можно найти все ответы на ваши вопросы. Скажу вот что. У меня появился свой канал, который можно тоже найти на YouTube. и у меня уже есть первое видео, которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал специально для вас. Заходите, подписывайтесь. Меня зовут Виталий Фатеев. Я профессионал IPB. Занимаюсь бодибюдингом и желаю вам прогресса, новых результатов в спорте. Редактор субтитров